К Донецку подъезжает сотая колонна гуманитарного рейса Рината Ахметова. В машинах помощь для самых социально незащищенных слоев населения. Пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей. С нами на связи корреспондент событий Юлия Меншакирова. Юлия, до какого населенного пункта вам удалось сопроводить колонну? Добрый вечер. Гуманитарную колонну нам удалось сопроводить до последнего украинского блокпоста. Это близ населенного пункта Бугас за Волновахой. От этой точки на линии соприкосновения до Донецка полсотни километров. Сотая колонна гуманитарного рейса Рината Ахметова сегодня днем благополучно прошла контроль на пункте пропуска. В пути никаких трудностей не возникало. Машины шли по графику. Сотая колонна состоит из 21 машины, которые везут в Донецк самые необходимые продукты. Это крупы, подсолнечное масло, муку, сахар, консервы. Из этого груза на логистической базе Донбасс-Арена волонтеры сформируют 50 тысяч наборов выживания. Вообще за год работы штаба график доставки помощи менялся неоднократно. Ради того, чтобы помощь приходила в нужном объеме и вовремя. Ежемесячно штаб Рината Ахметова отправляет не менее 10 автоколонн с гуманитарной помощью почти для полумиллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. За год работы у нас действительно были сложности. В прошлом году нас останавливали батальоны, поскольку не верили, что это помощь для мирных жителей Донбасса. В этом году из-за обострения боевых действий мы несколько раз меняли маршруты. И один раз только с девятой попытки нам удалось доставить гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Если сосчитать все машины за год в 100 колоннах гуманитарного рейса, то получится более 3000 машин. И если их выстроить друг за другом, образуется автопоезд длиною в 40 километров. У этой гуманитарной миссии есть свои рекорды. На данный момент штаб Рината Ахметова выдал более 4,5 миллионов продуктовых наборов. Эти наборы люди уже давно называют наборами выживания. По обе стороны линии соприкосновения работает более 100 стационарных пунктов выдачи, а в труднодоступные города и села глубинки Донбасса помощь доставляют мобильные бригады волонтеров. Тогда, год назад, отправляя первую колонну, ни Ринат Ахметов, ни сотрудники гуманитарного штаба, наши тысячи волонтеров, которые в течение этого времени работают по спасению людей, не ожидали, что наша помощь будет так нужна и так востребована. Теперь, спустя это время, мы понимаем, что благодаря нашим продуктам, благодаря помощи Рината Ахметова, спасены миллионы человеческих жизней, миллионы мирных жителей Донбасса, которые оказались в военном Донбассе. Со своей стороны и Ринат Ахметов, и гуманитарный штаб будет помогать нашим жителям, нашим землякам ровно столько, сколько этого будет требовать время и необходимость ситуации. В эти минуты сотая по счету колонна гуманитарного рейса Рината Ахметова подъезжает к Донецку. И мы знаем, что уже завтра волонтеры на Донбасс-арене приступят к формированию наборов выживания для мирных людей Донбасса. Елена. Спасибо, Юлия Меншакирова. В течение дня сопровождала сотую колонну гуманитарного рейса Рината Ахметова в Донецк. В эти минуты она подъезжает к городу.